Привет, друзья! И сегодня мы попробуем напечатать фотографии на принтере, которые мы в прошлом видео распаковывали, а в позапрошлом видео мы вызволяли его из крепких лап паука антивора. Если не видели, посмотрите, ссылочки я оставлю в описании под видео. Итак, что мы сейчас имеем. Это принтер, блок питания, в комплекте шло 54 листика бумаги, картридж, лоток, принтер не помню, назвал или нет, провод с какой-то там вилкой, нож для всего этого скрытия и флешечка, надеюсь, с фотографиями. Я немного изучил инструкцию и поехали попробуем заправить его и включить, и что-нибудь распечатать. Так, убираем все транспортировочные пленочки. Так, и с экранчика тоже уберем. Чего нам его жалеть? Так, 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 марки, мне кажется, черные. Вот бы был белый. Ну да ладно. Так, открываем лоток для кассеты с краской. Краску скрываем. Аккуратненько. Оп. И надо понять, как ее воткнуть правильно. Вот так, наверное, правильно. Написано 54 отпечатка. Оп. Зафиксировалось. Отличненько. Закрываем. Дальше. Посмотрим здесь тоже удаляем. Лишние пленочки. Так, теперь нам нужно открыть пакетик с фотографиями. Здесь пакетик с бумагой. Здесь 18 листов. Больше в инструкции написано укладывать нельзя. Глянцевая сторона вверх кладем. Закрываем. Так. И что дальше? По-моему, так устанавливаем, да? Да, по-другому не установится. Устанавливаем. Дальше. По инструкции указано, что нужно подключить блок питания. Но у меня-то нет таких розеток. Но я нашел подходящий шнурочек от фотоаппарата Canon. Значит, мы вот сюда вставляем один разъем питания. Сюда вставляем сетевой разъем питания. Пока еще ничего не случилось. Нажимаем кнопочку ON. И снова ничего не случается, потому что шнур питания не вводкнут в розетку. Втыкаем. Па-бам. Включаем. И еще раз включаем. О, загорелось. Canon. Ура-ура. Ура. Так, что-то происходит. Пожужжало. И теперь, что у нас там в инструкции пишут? Включите принтер и поднимите экран, написано. Оп. А, у него, по сути, два основных положения. Поднятые и опущенные. Ну, что ж. А мы оставим так. Так. И что мы делаем? Так. Надо выбрать язык каким-то образом. Change settings. О, долистали до языка в самый низ. Ура, здесь есть русский. Окей. Попробуем. Устанавливаем карту памяти. Так, эту штуку можно и вот так, да? Угу. Тут сразу он что-то считывает. О, ну, качество изображения так себе, не очень четкое, но разобрать можно. Хотелось бы, конечно, получше. Листает не шибко, быстро. Это фотографии с ночного Дубая. Мы смотрели представление поющие фонтаны. Ну, вот, например, я попросил там туриста сфотографировать нас. Потом я его сфотографировал. Ну, например, вот, фотографию вчетверо у нас попробую сделать. Здесь можно сделать edit, кадрирование. Посмотрим, насколько это реально. Ну, в принципе, реально кадрировать. Окей. Хорошо, что дальше? Ну, все. Можно нажать печать, если больше ничего нам не надо. Печать. Так. Теперь. Так. Все. Так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну-ка, ну-ка. Ну что ж. Ну, качество, ну, так себе. Вот здесь оно поцарапано. Я не знаю, может быть, это первый листик был какой-нибудь поцарапанный. Угу. Вот. И печатается оно с полями. Поля вот так бац-бац. И отрываются. Ну, такой 10 на 15 снимочек получается. Угу. Ну-ка, например, хотим еще что-нибудь напечатать. Ну, по скорости достаточно быстро. Ну, по техническим характеристикам 47 секунд, по-моему, печатается один снимочек 10 на 15. Так, это пейзажные фотографии. Это я снимал для сшивки потом в панораму. Будет их много. Как бы быстрее пролистать-то? А, все. Больше нормальных фотографий-то и нет. Угу. Тогда извлекаем карту памяти. Сейчас что-нибудь зальем на USB-шную карту. Итак, посмотрим пока, что здесь у нас в меню есть. Так, покрытие бумаги. Здесь даже есть возможность делать как глянцевые фотографии, как прошлые мы сделали, так и разной степени матовые. Не знаю, что за шаблон 1, 2, 3, но, например, поставим, предположив, что шаблон 3 это самый матовый вариант, поставим его. Поля. Сейчас установлено без полей, можно с полями. Я предполагаю, что если фотография других пропорций, оказывается, такое часто бывает, что в электронном виде фотография более квадратная, чем на распечатке, то, чтобы заполнить полностью фотографию, чуть обрезается лишняя фотография. А с полями это, чтобы вся фотография поместилась. Хотя, может быть, еще с полями есть такое понятие, это с белой рамочкой печать. Ну, посмотрим. В следующий раз проверим, посмотрим. Так, вид страницы. Мульти, мульти 2. А, то есть, можно делать, чтобы несколько фотографий на одном листе. Ничего себе! Можно печатать одну фотографию, 2, 4, 8. Мульти 2 фиксированного размера какой-то. Индекс принт. Это много фотографий маленьких на одном листе. Подобрать коллажик сделать из фотографий. Здорово! Оставим пока мульти 1. Так, дальше. Что есть? Оптимизация изображения. Включена и отключена. Оптимизация – это, скорее всего, какое-то автоматическое изменение. Яркость и контрастность, скорее всего, это. Яркость фотографии можно изменять. Как высветлять, так и притемнять. Настройки цвета. Что это такое? Это сдвиг. Это сдвиг цветов в красную, синюю, голубую или желтую сторону. Так, мои цвета. Что это такое? Яркий, нейтральный, слайд, сепия, ЧБ и отключены какие-то коррекции. Какие-либо коррекции. Дальше. Можно сделать гладкую кожу. Коррекция красных глаз. Дату можно печатать. Формат даты. Номер файла можно печатать. Приоритет ID фото. Я не знаю, что это такое. И оно, кстати, так, выбор, как экран по умолчанию. Странно, не знаю, что это такое. Сохранить настройки печати. Автовыключение можно установить. Так. Ну что ж, интересненько. Ну все, мы поменяли. Покрытие бумаги шаблон 3. Остальное все оставили как есть. Все. Сохранить настройки печати. Фотографию на флешку мы загрузили. Одну фотографию я загрузил. Своей дочурке. Устанавливаем флешечку в USB. Вот он ее отобразил. Ну и нажимаем принт. Фотографию на флешку мы загрузим. Смотрим. Фотографию на флешку. Фотография на флешке. Фотографию на флешку. суть метода в том что здесь три краски и просто покрытие ламинирования то есть проходит в три прохода накладывается три разных цвета желтый красный и голубой и сверху потом ламинируется и посмотрим неужели сейчас он с текстурой какой-то заламинирует потому что я выбрал не глянец а какой-то шаблон 3 о да какая-то идет текстурка интересная фишечка прям не ожидал ее итак посмотрим ну какая-то сеточка она еле заметна не знаю на камеру будет видно или нет не особо сильно ее видно но мне нравится когда отличается от глянца надо попробовать остальные шаблоны вот сейчас еще ближе попробую показать какая-то сеточка существует ну что ж качество цветопередачи мне очень даже нравится сейчас в отличие от первого от первой фотографии нет никаких царапин таких явных то есть это скорее всего на первом листике такое было цвет очень даже приличный хороший мне очень нравится на оборотной стороне логотипы канона это мне не очень нравится не люблю я лучше бы чистенький не было никакого просто белый листик и все вот ну что же делать убираем полешечки вот так все вот она фоточка 10 на 15 ее можно вставить в рамочку это отличный вариант быстренько раз 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 и все фоточка готова в рамочку вставили и и молодожены могут так всем гостям подарить фотографии там когда фотографируются все подряд в конвейер под арочкой или у фото зоны какой-то ну очень даже здорово мне кажется такая услуга будет востребована но она и так уже востребованы но я могу ее немного дешевле продавать потому что и так у меня есть ассистент его задействовать чтобы он это все делал и всем приятно и такое качество очень хорошее это качество лучше чем на струйном принтере здорово и скорость классная и в следующем видео мы попробуем беспроводные технологии напечатать по файл с фотоаппарата с телефона потом сравним отпечатки с распечатанные на струйном принтере epson l800 и распечатанные фотолаборатории сравним качество цитопередачу и устойчивость может быть я не знаю что мы будем делать зальем кока-колой сожгем порвем посмотрим чем отличается фотография чтобы не пропускать видео ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и будем над фоточками и издеваться пока